ну мы продолжаем сами сюжет пилота эту главу до прошлый раз мы я напоминаю мы наш наш самолет задели мы попали вот сюда ничего но мэнсленд это то есть вражеская территория мы зашли очень глубоко вражескую немецкую территорию теперь наша задача выбраться из нее обратно к нашим и это будет сложно то есть немцы повсюду до война на тебе по спине собственно забираем его пушку и идем дальше без пушки не небезопасно а ты хитилин где он его не вижу а и смаз вас чё ты там мерзкий у позор ой ой между мной и британским фронтом были немецкие окопы немецкие орудия еще половина берлина не меньше так куда ты ползешь на холодно и тебя огрел мне повезло британцы наверное сидели и пили чай вместо того чтобы обстреливать немцев но мне все еще надо было успеть на нашу сторону пока орудия не заговорили снова от миссии фору арт фору арт куда так ли какие-то тебя не не острые рефлекции немец тебя видимо недостаточно внутри натренировали так здесь один немец вроде какое небо классно детализация еще то спит что ли я не слышу ой два немца у нас не видит собственно и он не туда смотрит ведь ему думает что он без вражески на рожеских территорий а где я мог найти кто-то потом вопит еще три немца я знаю шоу где-то поднять пушку анти шумовую то есть до слушателем но где это вопрос а а а а а а а а вы а а а а а а а а их я оставлю в покое мы ем дальше окопы смотрите траншеи всякие такие суровые у на ухты в окопах было полно солдат кайзера они должны были ожидать неприятностей с другой стороны должны кто это бубнит не понял фриц дрых этого не до нас гранат очки берем берем и спи фриц тебе же лучше так продолжаем а немножко русские вас он стандарта пузырчика вы с друзьями ну ладно тебе же лучше спокойной ночи он храпит решив крысы не загрызли что это мариот что это мариот так но извини меня конечно но мне придется остановить то описание писательства и замолчи ты меня вынудил страшно в этих траншеях не знаю что будет за углом смотри мухтавиалт шоссен газетин наша задача пройти просто пройти мимо что у нас не запалил кстати там можно найти мануалку которые уже подобрала теперь вы знаете так лишь бы они там не увидите что-то потом ахтунг шар шар шульцин шар шульцин что это значит у него тихо тихо кто там да конечно у меня палите постоянно так все пошли стреляют стреляю смотри дюжина немецких пулеметов позади побуждала меня не высовываться нейтральная территория была нагромождением колючей проволоки трупов и обломков но я твердо держал курс ой 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 смотрите какой здесь капец произошел а вот это вам война ребята вот ее под следствие вот трупы земля перевернута короче все наизнанку так так что-нибудь полезное уцелело при крушении уилсон мы на нейтральной территории надо уходить срочно не могу подняться а черт эй прости ты обещал что вернешь меня невредимым потише а как же медаль как же стать героями я не герой но ты мне слово дал слово черт возьми так что ты или хороший парень который мне поможет либо ты лживая бесполезная скотина которая добьет меня глядя в глаза полтора а но ну что что будешь делать карты на стол блэк бэрн где ведь не джордж рекхем так не сын черт возьми графа виндзорского давай отсюда убираться ух смотри где напарник нас выжил надо убираться скорее вообще как он выжил не терял много крови времени на то чтобы донесить правый нейтральная территория видишь их немцы известны тем что не любят сдаваться не делали все что могли на на а нам тогда будут пройти я я боюсь это их так пустили не как в траншею быстренько не попадайся на свет пулеметчики на таскан я по всем подряд тихо блин чувак там варк ой капец его убили быстрее страшно есть ой о нет наши парни подумают немцы держи шульсон мы тебя выберем вытащим отсюда только лишь бы этот цвет нас не западли давай 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 ну почти дома мы дошли дошли уилсон сказал что я бесполезный лживый сукин сын я дотащил его к своим потому что думаю что он пожалуй прав это меня просто невообразимо бесит он же герой черт возьми никакой он не герой он обманщик вор и лжец и он ответит за свои преступления именно так плакберна а а а Продолжение следует... 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 Надо подпить зенитку. Давай! Я прикрываю! Давай, прикрывай. Так, надо подниматься. Вниз не смотри, хорошо! Хорошо! Ой, капец. Повалиться можно? Капец. Это уже сверх героизма, ребята. Это уже... И тем более, вам жутко повезло, что вы остановились на этой вот... Капец, как вам повезло. Это просто... Я его вижу! Вот он! Пошли, все. Опа! Что делать? Ништяк! Ты в порядке? В порядке! Нормально все! Найти путь наверх! Я пойду сидеть на моем орудии! Понял, сделаю! Мои... Мои револьверчики, яс, разберемся. Мои револьверчики, яс, разберемся. Капец, что это такое? Капец, что это такое? Ах, ну, испан, лезь? Ммм... О! А вот это мы уже... Говорим на родном языке. Вот так вот я тебя... Припишемесь. И тебя-то влазо. Дошли! Вот он! Я хотел его убить. Хех! Сбилый! Я пилот! Я их вновь! И я отступать не привык! Я отступать не привык! Я отступать не привык! Я отступать не привык! Ой-ой-ой! Да-да, ты тоже! Сколой, здорово! Походи на рассказ! А где икс? Почему, когда куда они показываются икс? Не, понимаю, реализм там, но у нас уже это самое. А, вот это я вам показал. О-ой! Ты чё, офигел? О-ой! Теперь мы с тобой в расчёте! Так, ты смотри на третий, не надо болтать. Ой, в чём дело? В чём дело? А? Варшарудие никчёмное? Вот в чём дело. Варшарудие? Варшарудие! И это моя история. История эгоиста, который рисковал своей жизнью, чтобы спасти чужую, и спасся при этом сам. На войне всё смешано воедино. Вы, наверное, услышите другой рассказ. О пилоте-жулике, который украл самолёт, убил товарища, ложью, обманом и убийствами проложил себе путь через половину Западного фронта. И спасся от трибунала благодаря авианалёту. Уилсон! Но вы не слушаете. Правда, это то, что вам рассказал я. Не будь это правдой, я бы и не стал рассказывать. Верно? Ну и здесь мы заканчиваем с вами эту главу. С вами был мистер Сисель. И следующее мы начнём... Эээ... Аванти и Савве. Которую я не... Савоя. Которую я не понимаю, что это значит. Это наверняка на итальянском. И это тоже очень классная глава. Хоть и немножко коротенькая. Но с вами мы её пройдём. Так что увидимся в следующем ролике. С вами был мистер Сисель. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok